Давайте начнем про Бориса Надеждина. Ожидали такую активность и такой интерес к его фигуре со стороны, скажем, оппозиционно настроенного электората? Совсем не ожидала. И это, конечно, очень интересно, очень здорово за этим наблюдать. И, знаете, очень здорово это ощущать. Как-то очень давно не было очередей и не было такого вот бесспорья. Вечно же кто-то кому-то на ногу наступил. А тут как-то вот... И мне очень нравится, как ведет себя, собственно, Борис Борисович, который говорит... Я его все время слушаю, и он говорит, что это не я. Только он говорит не как Путин, да? Это не я, то есть я этого ничего не делал. Он говорит, что я просто не лидер. Он прекрасно понимает, что так получилось. И что бы там ни было дальше, дел, конечно, не в нем ни разу. Дело в нас. И ведь, ну, скажем честно, последние два года глядя на себя в зеркало и на нас вообще вокруг охватывало уныние. Да, да что ж такое? Что ж мы ничего не можем? Что ж нас лапки? Оказалось, что мы хорошие. Приятно. Но на ваш взгляд это можно назвать пробуждением? Ну, использовать такие формулировки? Насколько уместно? Вот российского электората. Я бы это назвала перекличкой. Я бы назвала это перекличкой. Кто здесь жив? Кто готов? Кто не покупает, не собирает теплые вещи, тушенку на войну? И вдруг оказалось, что... Слушайте, очень много народу. Очень много народу, каких-то симпатичных очень людей во всех городах и весях. И перекличка штабов – это круто. Когда ты видишь... Ну, совсем-совсем где-то, где-то не ожидал видеть... Ну, хорошо, один-два активиста раз в год выходят куда-нибудь, их крутят. А тут очереди. 30-40 человек. Ну, не знаю, где-то в Бардауле-то много. Это очень много. И это мы с вами выхватываем в моменте. Люди, конечно, соскучились. Ведь речь не идёт о выборах. Вообще не идёт. Люди не про выборы и не про надежды на... А про то, что... Вот мы можем сейчас... Действительно, человека зарегистрировали. И это безопасно – выйти на улицу и встать за него в очередь. Давайте хотя бы это сделаем. Это очень круто. Но это не про Надеждину. Это такая игра слов, конечно. Но это про Надежду в каком-то смысле получается. Ну, вы знаете, мне очень нравится, как вообще сочетание пошло Дунцовой с чудесным названием «Партия Рассвет». Да ещё и Надеждин. Как-то вот это всё вместе, мне кажется. Да, ничего не получится. Да, Дунцова с Рассветом не зарегистрируют. Но мысль-то отличная. Мысль отличная. И слово очень хорошее. Неистасканная. И Надеждин со своей фамилией. И... Ну да, всё срослось. Всё срослось. И правда, правда, как-то... Может быть, и правда не 20 лет уныние впереди. Может, как-то покороче всё. А нет ли ощущения, что искру дала именно Екатерина Дунцова самовыдвижение из Ржева, о которой мало кто знал, то есть она была муниципальным депутатом, и такой стремительный взлёт ЦИК её, конечно, предсказуемо не регистрирует. Но тогда ведь Борис Надеждин тоже уже выдвигался, но такого ажиотажа вокруг его фигуры всё-таки не было. И когда Дунцова выходит из игры, вся вот эта энергия, она переходит к Надеждину. То есть она в каком-то смысле растопила это всё? Нет? Как вы думаете? Не бывает для сложных явлений единственной причины. Конечно, не бывает. Здесь всё сразу. Здесь и Дунцову и заслуг нельзя отрицать. Ну, истечение обстоятельств, и вообще всё на свете. Но дело, конечно, в нас самих прежде всего. Но прежде всего в тех людях, которые остались в России, и которые не потерялись, не побоялись, и, слушайте, которые просто ещё и выросли. Это очень много молодых людей, которые явно не выходили ни в 2012 году, ни в 2017, ни в 2019, просто в силу возраста. То есть вот эта вот обычная такая какая-то сентенция, что всё время рождаются новые люди, которых надо всему учить, такое стариковское занудство, да? Но оно здесь очень здорово работает. Оно здесь очень здорово работает. Они, конечно, не знают наших ошибок и побед, и им скучно будет слушать зануд. А они сделают свои ошибки, у них будут свои победы. Ну, это вообще такое, ну, весна, весна, да. Оно здесь очень здорово работает.